всем привет друзья вы на канале воин и тут как всегда только самые свежие и интересные новости из мира бокса и ммэй выпуске на канале выходит каждый день и без рекламы так что спокойно смотри это видео до самого конца всем приятного просмотра погнали Теренс Кроуфорд прокомментировал слова Боба Арума о том что он не умеет раскручивать свои поединки если Арум так считает то он может разорвать со мной контракт прямо сейчас типа может просто отпустить меня если ты думаешь что я как бы безнадежный актив для твоей компании то дай мне уйти зачем ждать тебе боя со Спенсом не нужно этого делать просто тогда освободи меня чтобы тебе больше не проходилось мне платить раз уж я такая головная боль такой убыток для твоей компании да не так уж важен этот бой с Арланом Спенсом для меня сколько я могу вам повторять не так он важен мне не нужен поединок со Спенсом для моего наследия я не понимаю почему люди продолжают создавать нарратив о том что этот бой важен для моего наследия я в нем не нуждаюсь это он во мне нуждается Сергей Лепенец оценил шансы Василия Ломаченко и Александра Усика на завоевание чемпионских титулов я думаю доберутся но смогут ли выиграть вот в чем вопрос у Ломаченко ребята в этом весе все молодые все шустрые и бьющие у Ломаченко уже как и Усика сколько по 34 33 они уже возрастные и они столько провели на любительской карьере это тоже дает свои травмы вот у Ломаченко постоянно как не бой так что-то он сломал что-то повредил он постоянно какие-то операции делает тоже и с ними будет очень тяжело драться с молодыми ребятами вы видели что он там вообще красивым нокаутчиком закончил не знаю если он только спустится то я думаю он возьмет пояса а может сейчас может и правда у него было левое плечо и он проведет еще хороший кемп и вернет какой-нибудь пояс если бы если они договорятся о реванше заплатит столько сколько хотел бы Лопус то возможно и сделает реванш и я думаю он может выиграть если без травм но неизвестно вдруг у него еще какая травма еще появится потому что Бог сделал такое Сауль Альварес хочет сотрудничать с разными промоутерами для меня деньги имеют наименьшее значение я всегда хотел дать своей семье хорошую жизнь но правда в том что я люблю боксировать а потому деньги для меня на втором плане поэтому мне кажется что я буду куда лучше себя чувствовать как свободный агент я смогу организовывать самые большие бои да и в конце концов я хочу иметь возможность работать со всеми промоутерами чтобы организовывать самые лучшие поединки для публики Даниар Илюсинов продолжает подготовку к своему следующему бою 27 ноября Илюсинов встретится с бывшим чемпионом Джулиасом Индонго в бою за титул IBF Intercontinental в полсреднем весе Илюсинов провел спарринг с албанским боксером Ирмалом Снайпером Хадри Беджем о чем последний сообщил в своем инстаграме Диллиан Уайт прокомментировал слова Дуантея Уайлдера который заявил что если он не сможет заполучить третий бой с Тайсоном Фьюри тогда его следующим оппонентом может стать Уайт Тайсон Фьюри больше с ним не дерется так что с кем он еще может заработать денег Дуантей Уайлдер не такой уж прибыльный боксер даже когда он был чемпионом он все равно не распродавал арены все что он делает так это бегает вокруг и несет дерьмо он трус теперь ему вообще нечего терять он ничего не заработает если будет драться с Паркером единственный для него вариант заработать приличные деньги это провести поединок со мной да конечно это может произойти в следующем году но я собираюсь побить по ветке на после чего меня ждет бой за титул когда я был претендентом я прошел через ад пытаясь убедить Уайлдера драться со мной но он этого так и не сделал поэтому я дам предпочтение поединку за титул это хороший бой в котором я заинтересован однако пусть он попляшет под мою песенку если честно я хочу избить этого парня он мне не нравится я думаю что он плохо представляет наш спорт я уверен что британские и американские фанаты были бы рады увидеть как я его нокаутирую у нас в ринге будет война я просто хочу его нокаутировать промоутер Фрэнк Уоррен рассказал о планах Тайсона Фюри надеюсь Тайсон снова будет драться в первом квартале 2021 года и мы пока не знаем будет ли этот бой с Уайлдером из-за ситуации с судом мы все ждем результатов это решит орбитажный судья мы говорим что пункт о реванше больше не действителен Уайлдер утверждает что его можно продлить если судья решит что Уайлдер прав то Фюри должен будет это сделать они скоро сообщат нам о решении но мы не знаем когда британский супер тяжеловес Даниэль Дюбуа рассказал что увидел слабые места Александра Усика в поединке с Дариком Чесорой да я увидел Усика слабые места одно из них он не самый большой супертяж но он представляет собой другого рода испытания не такие как у большинства супертяжей передвижение боксерское умение вход и выход поэтому со своей стороны нужно применять против него боксерские умения основы силу и размеры но это будет другая история а на этом у меня все друзья обязательно пишите в комментариях что вы думаете обо всем этом мне будет интересно узнать ваше мнение поддержите это видео своим мощным бойцовским лайком это очень помогает нашему каналу в продвижении на YouTube и главное всем крепкого здоровья удачи во всем и увидимся завтра всем пока в следующем видео